Доктор Франкенштейн из Краснодара, пластический хирург Алена Верди, которая уродовала своих пациенток, арестована судом на два месяца. По данным управления Следственного комитета по Краснодарскому краю, сейчас в производстве пять исков, но общее число пострадавших устанавливается. Выясняются и подробности работы Верди. Зачастую она оперировала не в клинике, а на кухне в собственной квартире, а ее дипломы из Ярославского мединститута и РУДН оказались фальшивкой. Репортаж Ольги Мещеряковой. Первые кадры после задержания. Дама в наручниках и норковой шубке. Из аэропорта в суд. Абсолютное спокойствие. То ли железные нервы, то ли уверенность в собственной безнаказанности. Привычно подписывает бумаги. Год назад под ее скальпелем погиб человек. Острая кровопотеря. И удивительно мягкий вердикт. Смерть пациентки обошлась доктору Верди в 150 тысяч рублей. Расплатившись без отрыва от производства, доктор-убийца продолжила медицинскую практику в другой клинике. Это выявилось все после только ее отстранения и увольнения. Когда она начала пропадать от своих пациентов, и пациенты от безысходности начали приходить в клинику. Одна погибшая, 10 пострадавших. Краснодарский суд рассматривает иск Анастасии Исмаиловой. Вот кадры встречи перед заседанием потерпевшей и ее доктора. Скажи, ты меня дома хотела прооперировать? Уши мне отрезать? Ты дура! Если человек может инвалидом, астрологически уже не инвалид. Слайпанула я тебя! Анастасии повезло. После липосакции от доктора Верди осталась жива. Обманным путем меня затащила домой. Сказала, что она болеет сначала, а потом то, что проблемы у нее в клинике. У нее вместо кухонных принадлежностей лежали медицинские предметы. Вот это кухня и комната. Кадры, сделанные во время обыска. Здесь, пытаясь скрыть результат своей работы, доктор Франкенштейн латала уже изуродованных и краила новых на скорую руку, лишившись официального места работы. Шрамы, некроз, киста. Страшные последствия простейшей операции. Много совершено ошибок. И думаю, что хирург не понимал, что он делает. А вот аргументы стороны защиты, озвученные адвокатом Верди после первого судебного заседания. Пострадавшая сама виновата. После того, когда она была выписана, осложнений не было. Должна быть процедура реабилитации, которая занимает около года. Она нарушила порядок. Евгения год не могла закрыть глаза. Это результат блефоропластики. Она вовсе не собиралась радикально менять внешность. Настояла доктор, объяснив пациентке, что у той слишком грустный взгляд. Уже на третий день пошли серьезные проблемы. Это не то, что вывернутые глаза. Они еще и развернутые были. Это были шрамы на шрамах. Оксана просит не показывать ее лицо. С ней случилось, пожалуй, самое страшное. После хирургических манипуляций доктора Верди рак. После ее вмешательства из кабинета врачей вообще не выхожу. Врачи сказали, что гинекология и ваша операция тесно связана. Алена Верди. Она же Антонина Горбунова. Не так красива, зато по паспорту. Нам удалось найти ее близкого друга, которому Алена Антонина доверила самые ценные. Дипломы и сертификаты. Все липа. На хирурга она отучилась в 15-м, а по квалификацию повысила в 12-м. Класс. Бомба. Странность в поведении подруги Артем подметил не сразу. Вопросы появились, когда за столом на кухне доктор взяла шприц и сделала себе экспресс-липосакцию. Прокол сделала, БФ-6 клеем потом заклеила, жир откачала и все. Она сама себе делала уши, операцию на уши. То есть мне кажется, что она на самом деле может быть просто больна тем, что она страдает. Вот этот нож у нее дома лежит вместо вилки. Скальпель вот такой. Алена Верди задержана судом на два месяца. Идет следствие. А по сети все еще гуляют ее рекламные видеоролики, где под романтическую мелодию странный доктор проводит какие-то манипуляции над пока еще ни о чем не подозревающими пациентами. Ольга Мещерякова, Елизавета Березкина, Диана Джамилева, Мария Дементьева. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok